Приветствую, выжившие! Сегодня мы хотели бы еще раз поговорить о ярмарке. Мы видим сообщение от игроков, которые переживают насчет достижения нужного уровня и поэтому хотим еще раз внести немного ясности. А вот сейчас приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Games. В сегодняшнем видео и правда мы поговорим о ярмарке, о том, что должно случиться накануне. Каждый из вас знает, что такое ярмарка. И только что слова, с которых начинался ролик, это официальный источник Last Denner Survival группы, в которой нам разработчики сказали не переживать, ждать, выжидать. Много кто скидывал скрины, переписки с техподдержкой, либо просто писали, задавали вопросы в постах, в комментариях, под официальными постами в группах. Везде отвечали, что ярмарка должна быть очень скоро и в этом месяце или не в этом месяце. Короче, много кто чего скидывал и я хотел бы сегодня внести ясность, потому что реально хочется побольше интересных вещей сказать, разложить, да всю правду доложить, потому что именно это самое интересное дело, которое может быть у нас в ближайшем будущем. Вы помните место, где появляется ярмарка? Очень интересно, но зачем и почему я так жду эту ярмарку и почему такое большое количество ребят говорят о этой ярмарке? Это же может быть просто и ивент и почему его так ждут. Вторая минута ролика может открыть нам всем глаза, открыть как говорится правду. Вот что нас ждет на ярмарке, собрать какие-то интересные вещи, вложить туда ресурсы и получить за это как минимум интереснейшие купоны. За эти же купоны ты уже можешь выменять нереально крутой лут. Давайте вспомним немножечко, что мы получали. Гранаты блоки. Ультиматумы Катаны. Тесаки Мачете. Ресурсы, ресурсы. Шестереночки, линзы, карбон. Все то, что просто так радует глаз и так очень-очень редко для нас. ФН Скары ВСС Винторезы. Это только начало, потому что там выпадает нереально крутой лут, нереально много его приятного, симпатичного, максимально отличного. Давай начнем с того, что у многих ребят еще даже карточки вот эти есть. Много кто не прошел даже первую неделю этого всего. Ну и хотелось бы, наверное, прямо сейчас зачитать что-то, что может как минимум поднять настроение на новый уровень, новый этап. В этом году ярмарка значительно отличается от своей предведущей версии. Читаем слова разработчиков, которые они написали в официальном посте в официальной группе. Угу. Она будет проходить несколько этапов, а весь прогресс между запускаемыми событиями будет сохраняться. То есть даже если ты здесь что-то сделал, то в следующий раз придешь, у тебя ярмарка будет на том этапе, на котором ты закончил. И это круто. Это значит, что вы ничего не потеряете, даже если не успеете добыть максимального результата сразу. Все накопленные очки останутся вами и никуда, с вами и никуда не денутся, не пропадут. Вас будут ждать новые активности, награды, популярные трофеи, будут переходить с предведущих этапов. Тоже будет возможно переноситься одного в другой. То есть я так понимаю, что это все прямо будет переноситься. Если ты сегодня, например, на каком-то уровне ярмарки, то в следующий раз, когда она появится, она станет для тебя вот так вот доступна. Также, кроме этого всего, я хотел бы с вами посмотреть несколько мультфильмов, которые максимально нам расскажут и покажут, что же за ярмарка. Может быть, что-то вам покажется уже знакомым, а что-то, в принципе, станет новым. Очень интересные маленькие мультяшки. И вы видели, насколько круто лут можно получить там. Итак, рубим, сливаем, добываем, строим, ездим. Ну, есть время, конечно, которое нужно немножечко провести с весельем, немного поднять настроение. Welcome ярмарка. Это то, что доктор приписал, потому что сегодня там гонки на индюшки. Индюшки, которые будут выполнять какие-то забеги. Можно будет ставить на ту или иную, как говорится, индюшечку. Можно будет с пиньятой поиграться. Можно будет, как говорится, и с быком пободаться. Вот вам и бега. Некоторые ивенты мы уже видели. Поймать индюшку тоже видели. Рыбу еще не видели. Предсказания не видели. Автомат, который дает тоже вот эти вот. Ты представь себе, за каждый джекпот ты можешь выиграть вот эту вот нашивку, талон. Ну, это все было. То есть, что будет такое же 100% еще раз. Никто не знает. Но и, как минимум, многое также повторилось. С одной стороны, это очень круто, а с другой стороны, пока что ждем, что же оно-то будет там. Естественно, также у нас есть вот так вот первая неделя, то был тизер. А вот вам первая неделя, что когда-то появлялась. У нас была пиньята интересная, симпатичная. Я не знаю, как она будет, будет ли она в этот раз. Но я так скажу, что многое, что было в игре, оно напоминает уже то, что мы видели. Прикольно, интересно посмотреть подобные мультяшки Ласдея. Я кайфую от них. Кайфовал и кайфую от них со всей силой. Конфетки, кстати, награды тогда были, которые поднимали настроение. И не только. Как вы видите, что продолжение того, что у нас мужичок идет на Родео с Бэком, наверное, ну, как минимум, это все, в это хотелось бы верить. Итак, посмотри. Ой, как смущалась. Интересно, симпатично выглядит. А вот и наш Бэк. Капец, просто. Ага, ты кто такой? Давай, до свидания. Конечно, очень интересно выглядят эти мультяшки, поднимают настроение. И много чего мы с вами видели. Вот правда, вот этих боев мы еще не видели. Что это за кулачные бои, с чем его едят? Почему они такие интересные? И что? Это то же самое, что типа мы сражаемся кулаками против громилы. Урон вообще не на... Зуб выберем. Жесть, как она есть. Короче, дело к ночи. Очень интересная тема, которая здесь у нас происходит. Но, тем не менее, ребятушки, все, что есть, давно уже было. Этим мультяшкам не знаю сколько лет. Очень большое количество времени прошло. Самое главное, что мы, ребят, не забываем ждать, ожидать, выжидать. Все, что будет, конечно же, в игре. Это только начало чего-то большого. Также Last Day нам предлагает и вторую неделю этой же ярмарки, которая была, я не помню, на какую годовщину. Сейчас у знатоков спросим. Ребят, вы помните, на какую годовщину у нас была ярмарка? В каком году? Итак, как вы видите, ловить индюшки тоже можно или тоже нужно. Мы ловили индюшки, я уже помню, это вторая неделя, кто прошел, тот знает. И так как вы видите, что индюшек тут, конечно, один наловил кучу, а наш выживший, по-моему, только... Ага, их можно бить просто, ребят. Да ты шо, а вот вам индюшиные бега. Тоже та же интересная тема. О ней тоже можно много чего говорить. За это самое главное, за все. Вы можете получать репутацию, а вот за эту репутацию уже те нашивки симпатичные, отличные, которые могут нам как минимум помочь забрать ВСС-винторезы и ФНС-кары и все, что угодно. Кстати, вот эта ведьма, я помню, вот это как автомат с предсказаниями, это отличная тема, ребят, которая может дать вам ящик на любой из локаций. Ты пошел туда и как минимум нашел какой-то интересный лод. Прикольно? Я думаю точно. Например, вот ящик. И пойди там в сосновую оранжевую локацию и найди там то-то, то-то. Координаты. Ты ходишь, приходишь и там тоже что-то находишь. Уникальный лут, типа с гранатой либо с частью сета. Ну, короче, кусочек сета. Там даже кевларовая броня, ну, не кевларовая, а вот спецвозит броня попадал там либо штаны, либо тапки. Ну, чаще всего охотились за лохматой броней, если вы знаете о чем я. Это маскировочная бронь. Следующий это уже, по-моему, третья неделя была тоже у нас разделена обнова на три больших части. Мы в этой игре наслаждались. И, как говорится, вот так вот. Тренировки с щенками. То есть, по-моему, с щенками тренировки уже были или нет, я уже не помню. Но самое главное, что нужно было научить щенка каким-то элементарным заданием и, конечно же, дать им, чтобы они выполняли какие-то элементарные команды. За это ты тоже получаешь репутацию. За это ты тоже получаешь что-то интересное. Я думаю, что многие из вас тоже пошли братки. Ты чего нашего брата меньше? Вот, а обижаешь. Собака стоит, смотрит, а он сейчас... Ахаха! Да, так как это просто ностальгия. Ребята, эти видосики уже имеют достаточно впечатляемый вес, потому что они уже стали большущей. Такой вот крутой. Даже не знаю, как вам сказать. Наверное, все-таки это стало уже историей игры LSD North Survival. Очень круто, интересно, отлично, симпатично, да? То есть, вы видите, что там будет и рыбалка, там тоже могут быть какие-то рыбехи поймать за всю репутацию. Короче, это миссии, на которых можно... Я не знаю, что у него за леска. Если вы тоже хоть чуть-чуть рыбак, то вы знаете, насколько... Кстати, пикап сделанный, да? Это тоже отлично. Он привязывает леску к фаркопу, пикапу, и сейчас будет делать ветерана. Так, завел. Ну, пацан, что дальше? Он начинает тянуть, и, естественно, ребят, там вытянут что-то огромное. Я не знаю, что там, но, тем не менее, по лицу он очень-таки доволен это все увидеть. Так, что это такое? А это просто тот же, как говорится, бык, только с гоупрошкой. Забрал ключи. Но, как говорится, нет насилия. Все отлично, симпатично. Если вы помните эти ролики, если вы помните, как мы это все... Элдойен брелок на ключах. Круто, симпатично. Я думаю, что мы все знаем что-то такое, с чем его едят. Также понимаю, что у нас это все ожидается очень давно. Ну, и, наверное, ту информацию, которую вы ждете прямо постоянно. Не многие ребята досматривают ролики до конца. Давайте, как говорится, смотреть правде в глаза. И я раскрываю карты. То, что 27-го числа, то бишь завтра, это все дело должно существиться, случиться. Почему так? Потому, что 27-го числа была ярмарка в первый раз, через два месяца второй раз. И вот два месяца прошло, и завтра 27-е число, третий раз ярмарка. Я надеюсь, что она получится точно так же. Порадует всех нас. Ну, если честно, в последние недели каникул провести на ярмарке я очень-таки, кстати, готов. Всем, ребят, спасибо за ролик, за просмотр. Удачи, пока, увидимся в следующих видео.